Девочки, здравствуйте, мои дорогие! Мы сегодня с вами добрались до Масима Дути, это было очень долго, потому что ближний ко мне Масима Дути закрыли, и я поехала очень далеко в Торонто, и действительно очень далеко ехала, и в общем немножко разочаровалась. Я вам даже не снимала в магазине, потому что магазин очень маленький, выбор совсем небольшой, размеров почти никаких нету. В общем, мне такое ощущение, что Масима Дути немножко вздыхает у нас, потому что вот один магазин закрыли, другой еле-еле какой-то такой, знаете, тут огромный шопинг-центр, огромный, и здесь такие, огромные магазины, огромный Луи Виттон напротив, огромная Зара, огромный там, я не знаю, ну все, все, бар, Бербери там, все известные, дорогие люксовые и нелюксовые бренды. Вот такой усенький, малюсенький в уголке, Масима Дути, такой, знаете, забился совсем-совсем какой, который не... вообще трудно найти, настроенную внушку. Вот, примерочная маленькая, темная, но я постараюсь выжить максимум из того, что у меня есть, и давайте кое-что бы примеряем, вот такая у меня цветовая гамма, там есть кое-что цветовое, но не особенно, вот зелененькая у меня зеленеется, а так все какое-то такое черно-белосерое, ну ладно, тоже надо, тоже бывает нужно. Все, давайте будем примерять. Я сегодня так по летненькому, у нас, в общем-то, уже жарко, тепло, и я с работы бегу вот в ситцах клеточку. Я начну с такого странного белого платья, мне оно на вешалке показалось не очень, но я решила попробовать, потому что оно интересное, я люблю интересные вещи, и оно действительно очень необычное. Вот сверху обычное вот такое вот белое кремовое платье, на талии у него, на животе, или на талии, у него такая как бы баска, кокетка простроченная, и вот такая вот юбка. Подходит к моим белым постоножкам, кстати. Я вам хочу сказать, что оно выглядит на человеке, на мне лучше, чем на вешалке, потому что на вешалке мне вообще оно показалось какой-то тряпкой, мешком. А тут, в принципе, я так надела его, и я смотрю, оно интересно, вполне неплохое. А, а я забуду сказать, сейчас же распродажа, значит, все вещи у меня с целью с распродаж. Вот, давайте будем мерить, смотреть, что почем, какие сейчас цены, цены еще довольно высокие. У нас вообще в этом году, у нас даже в Заре, и в H&M, где все вообще уже на сейл выходило за копейки, в этом году все такое дорогое, и вообще, по-моему, собирается дешеветь. Ну вот, давайте рассматривать это платье на мне, и я сейчас сниму его в полный рост, чтобы вам было лучше видно. Ужасно маленькая, примерочная, я стараюсь как могу. Ну, я надеюсь, что вам видно и понятно. Вот так вот оно выглядит, я еще вам потом на вешалке его покажу, сниму. Интересное платье. Здесь есть даже никакой позы такой красивой особенно принять не могу, потому что очень маленькая, примерочная, но я думаю, что вам это не важно, вам главное разглядеть то, что я примеряю. Смотрите, оно на вешалке выглядит, ну, такое-никакое. А на фигуре, в принципе, довольно неплохо. И это размер large, и стоило оно аж 220 долларов, а сейчас стоит 100. Тоже не дешево за счет того, что здесь чуть-чуть есть шерсти в ней. Там много синтетики, шерсти и подкладка вот здесь вот на юбке. Ну, в общем, под юбкой подкладка, она, вот, она вискозная. Ну, вот, интересное платье, знаете, такое-никакое, а, в принципе, выглядит, вот, когда его одеваешь на себя, а то выглядит неплохо. Ну, оригинально, необычное. Ну, 100 долларов, конечно, много для меня. А, 220 тем более. Юбка и топ. По идее, юбка мне не очень нравится. Она какая-то длинная, она с пуговицей, ну, вот здесь, она очень подчеркивает на живот. Ну, это не юбкина проблема, а проблема моя. Вот, но, ну, какая-то она никакая. Просто такая длинная, во-первых, она до пола. Во-вторых, она какая-то никакущая. И вот этот топ, который мне очень понравился, идея, вернее, его понравилась, цветы, исполнение, ну, как-то он не лежит, не сидит, девочки. Я сегодня буду критиковать Масяну Детик, наверное, что-то мне, что-то мне ничего не нравится. Просто не особенно было из чего выбирать, пришлось выбирать из того, что было. Потому что то, что мне понравилось, все было экстрасмол размеров. Ну, в общем, его надо как-то вот так вот здесь вот так вот поцепить. И тогда он будет очень красивый топ, потому что у него, видите, очень красивый предиент цветов. Темно-зеленый, такой уходит светло-зеленый. В общем, это все здесь как-то все выворачивается. Вы меня понимаете, да? Вот такой вот рукав кимоно. Здесь он как бы с опахом на угол завязывается. Здесь две пуговицы. Почему-то он не лежит на мне. Может быть, в медиум, потому что, ну, я не знаю, я не думаю, что он у меня мал. Мне кажется, что вниз у меня ларч, а вверх у меня медиум вполне даже можно. И поэтому я не знаю, почему он такой как-то странно как-то лежит, что я должна его держать. Ну, может, вот надо вот так вот брошечку красивую одеть, кое-как у меня миллион. И будет в самый раз. То, что надо. Девочки, вам темно и вам что-то видно, потому что у меня такое ощущение, что здесь какая-то тьма египетская вообще. Ну, это примерочная. Большое зеркало не выйти, там толпится толпа людей. Какой-то ужасный магазин. Я в нем первый раз. Больше, не знаю. У нас больше нет массива. Бучит по соседству. Ну, в общем, вот такая вот блуза. Все. Перестану критиковать. Красивая, в принципе. Единственное, что у нее какие-то, по-моему, дефекты в пошире. Или это на мне так она сидит. Но если так стоять, на шевелиться, не двигаться, то она выглядит даже красиво. В общем, красиво, оригинально, как такое вот кимоно и красиво, очень расцветка. Я должна звенеться перед этой юбкой. Я ее неправильно надела, в ней пуговицы вот так должны быть сбоку, а не спереди. То есть она, в принципе, вот такая вот обычная юбка и пуговицы вот здесь вот сбоку. Ну, что делать я чуть-чуть, по-моему, не получится. Потому что с пуговицами спереди это вообще выглядело как-то очень неправильно. А так она вот такая вот юбка. Почему я поняла? Потому что я поняла, что у меня замок здесь вот сбоку. А, пуговицы тогда должны быть вот так. Но кузов все равно подчеркивает, и все равно она очень глина. Очень глина. Так я кое-как справилась с этой блузой, чтобы она выглядела более как-то адекватно. И примерила еще вот такую вот красивую белую юбку, трикотажную. Она чисто трикотажная. И вы знаете, что я вообще не ношу трикотажные юбки, потому что они обтягивают мне все, что не нужно, обтягивать. Но вот именно это у нее вот за счет вот этих складок здесь, оно здесь все очень так как-то сглаживает, видите, скрывает. Видно никакого живота. Ну, чуть-чуть. Но, в принципе, неплохо. Вот если вот так вот посмотреть, то для трикотажной юбки, которая, в принципе, должна очень все обтягивать, и прямо очень все должно быть некрасиво, она, в принципе, довольно неплохая. Мне нравится даже. Симпатичная вот эта юбка мне нравится. Она такая неплохая. Я посмотрю ее состав, потому что это даже хлопок, но вряд ли. А вот с этой вот плосочкой, видите, как она выглядит как-то получше. Показываю вам полный рост. В нечеловеческих условиях снимаю, девочки, просто ужас какое-то темно, тесно. Что делать? Кофта, видите, какая красивая. Она очень красивого цвета. Видите? Очень красивый переход от темно-зеленого к такому светло-зеленому салатовому. Это стопроцентная вискоза. Размер medium. И она стоила 150, сейчас она стоит 90. Ну, вот такой. Вот видите, здесь у нее две пуговички на талии застегивается и вот так вот в банду такой завязывается. Такая вот блюза с запахом. Так, юбка. Стопроцентная вискоза. Совсем дешевая. Осталось 130, сейчас 50. И видите, у нее пуговицы вот эти все-таки сбоку, не спереди. Но она очень длинная. Хотя ткань симпатичная, приятная такая, приятная. Серо-синий такой цвет. Плохо видно, да. И вот у нее, значит, нет пояса. Вот так она сделана. Large размер немножко даже мне великовато, что странно, но... Я, конечно, рада, но... Вот. Ну, симпатичная расцветка, симпатичный цвет, вернее, симпатичная ткань, но... Не знаю, очень длинная. Девочки, у нас сегодня не примерки, а комедия какая-то. У меня такого еще не было. Ну, прям все не... Все не слава богу. Значит, топ, буза, джак, жакет принесла. По идее, что-то красивое. Я бьюсь над ними на 20... Не, ну не 20, ну 5. Пытаюсь понять, как его застегнуть. Значит, сейчас я вам подойду поближе, покажу. Значит, здесь, вот здесь я его застегнула. Здесь есть пуговица. Так, вот здесь пуговица, здесь петля. Так, застегнула. Дальше. Здесь, это явно должно быть сверху, но оно никак ничем не фиксируется, и никакой петли здесь нет. Зато есть пуговица вот здесь, которая, ну никак, даже если оно не мало, то здесь нет петли, чтобы застегнуть в эту пуговицу, да? Так. И здесь еще есть вот такая вот ремешок, который не так, не в обратную сторону, никак, никак не в обхват, или в ней чего-то не хватает, или я что-то тупое, я не понимаю, это вообще, даже не знаю, платье или бруза. Я думала, может быть, это нужно застегнуть вот здесь, сделать петлю из этого ремешка. Сейчас вам покажу. Так, смотрите, я вот так вот его застегнула и думала, может быть, это как-то надо продеть вот эту петлю. А, сейчас я попробую, подождите. Так. Нет, не может быть. Я что-то насочиняла здесь на ходу, но понимаете, если бы это имелось в виду петля, она бы сделана была как петля. Зачем здесь пуговица? То есть, девочки, кто видел эту кофту, этот пиджак, этот платье, я даже не знаю, что это. Ну, в общем, я вот сочинила так, получилось даже ничего, так даже необычно. Но это неправильно, это не должно быть так. Я бы сейчас сниму, повешу, навешала, покажу все. Напишите мне, может кто-то знает, что с этим делать. Это смех и грех, просто смех и грех. Я думала, что-то красивое, вот примерю, но у меня какая-то, что-то неадекватное получилось. Значит, это нечто. Еще и сделано полиэстер с 3 ацетатом. 3 ацетат. Не 2, не 1, а 3 ацетат. 86% 3 ацетата. Ну вот смотрите. Вот, значит, здесь вот петля, здесь пуговица, так? Это просто. О чем-то размер медиум. Цены, кстати, нету, было на другое, но не дешево, доллар в 90. Значит, вот так застегивается. Так, застегнули, и дальше вот это, в принципе, должно было бы застегиваться здесь на пуговице, но здесь нету никакого петли. Зато есть вот такая вот веревка, пояс с петлей, а здесь пуговица, и вот он никак, ни туда, ни сюда. В общем, девочки, я не буду даже долго на это останавливаться, потому что ребус, загадка, я ее не разгадала. Так, юбка эта, 30% шерсть, между прочим, и 70% леоцил, и она стоит 70 долларов, видите, стоила 130, потом 100, а сейчас она стоит 70 долларов. Это размер мидиум. Вот, видите, у нее тоже сверху просто резинка, она такая молочного цвета, и вот здесь вот, вот за счет вот этих вот складок, оно, в принципе, сделано так, что оно, ну, так прикрывает всякие ненужные места, неправильно торчащие места, от посторонних, взглядов. Ну вот, наконец, какое-то разумительное платье, которое я знаю, как надеть, и оно не выглядит, как что-то, непонятно что, хотя тоже, как-то все такое, какое-то, не знаю, что мне не очень нравится, тоже очень длинное, я не помню, с каких пор в массе, вы будете все-таки длиннюще стало, мне кажется, у меня раньше была такая, более-менее нормальная длина. Ну ладно, платье, значит, трикотаж, такой приятный, здесь плассировка, здесь поезд, так вы можно еще больше затянуть, какое-то оно небольшое, хотя бы, по-моему, медиум размер, такой угольно-черный цвет, как-то тоже здесь все это вот плохо лежит, что происходит, девочки, что происходит с Массимой Дунчей, ну в общем, платье неплохое, но никакое, вот просто некое, очень мрачное, очень темное, совсем зимнее, сейчас летом, совсем не хочется ничего такого покупать, с такой одеждой, но есть черное-черное, я присла еще одно черное платье, у меня на него надежда, ну просто, что оно будет выглядеть неплохо, а так, что-то, состав у него какой-то, модал с полиэстром, хотя, на ощупь, ткань приятная, 70 долларов стоит, стоил 150, размер медиум, какой-то большой, где-то медиум, тут уже вот что-то порвалось и все, порвалось, вот это вот, отверстие где-то, возьми еще, ой, девочки, что-то я, у меня еще все одно платье, последнее, на котором есть надежда, никуда не уходить, красивое черное платье, но это нарядное платье, я помню их, они были в новогоднюю рождественскую коллекцию, как вечернее нарядное платье, я похожее мерила, было такое, и было еще такое с прозрачными такими вставками, вот его я проверяла, сейчас оно на сейле, но стоит тоже не дешево совсем, вся красота у него вот здесь вот внизу, видите, вам видно, да, или нет, видите, здесь такое двойное, оно как подвойное, вот платье, и сверху еще один слой, и он как бы идет такими вот слоями, ну это красиво, это элегантно, это необычно, но ничего особенного, огромный вырез, очень большой, мне прям даже неловко, и размер медиума, он в принципе нормально, но сейчас покупать, ну конечно оно на любой выход, на любой может быть, вечерний, именно оно, именно вечернее, вот помните, платье я примеряла в кос, с кружевом, вот здесь темно-синее, тоже такое шелковое, оно было не такое вечернее, потому что оно было немножко короче, и какое-то такое менее торжественно-помпезное, это прям такое помпезное, ну вот, все, вот так оно выглядит, это мрачное, черное, и как какая-то, знаете, как ворона, черная, какая-то злая волшебница, и состав у него, ацетация с козой, ничего такого, и стоит оно дофига, 211 долларов стоило, сейчас 120, размер медиум, ну, вот видите, как оно, черное, 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 вот здесь вот, просто, вот так вот оно, два слоя, да ну, платье и платье, черное, прям такое шелковистое, а здесь подкладка, я, наверное, не дочитала состав, может быть, это состав подкладки, сейчас я проверю еще раз, подкладка полиэстер, так что я не ошиблась, ацетация вискоза, это сверху, короче, барахло, ну, не барахло, ничего особенного, обычная платья, ну, вот как иногда бывает, неудачно, когда все пошло не так, все вещи очень какие-то неважные, цены ужасные, размеры непонятные, все мне мало, велико, не подходит, что-то я не знаю, Масима Дути очень меня разочаровала, и вообще, мне кажется, это конец Масима Дути, девочки, если честно, потому что я слышала, они закрываются в очень многих городах, странах, и в том числе вот у нас, у нас осталось прям считанные магазины, я, если честно говоря, думала, что то, что возле меня закрылся Масима Дути, они все свезут сюда, здесь будет большой, такой красивый магазин, а здесь совсем-совсем какой-то, совсем, ну, может потому что это распродажи, уже много чего распродали, а может когда будет новая коллекция, я еще съезжу, посмотрю, может в следующий раз приеду, буду примерять новую коллекцию, а не вот остатки с распродажи, поэтому, все, девочки, люблю, целую, надеюсь, что я вас не очень разочаровала сегодняшним видео, надеюсь, что вы хоть какое-то удовольствие получили, вам понравилось, все, увидимся в следующем видео, надеюсь, что будет более удачно, всем приветствия с Канады, пока-пока-пока!